Всем привет! Меня зовут Катя. Добро пожаловать на мой цветочный канал. Спасибо большое за ваш интерес к моему прошлому видео и моим экспериментам с тотемами. Ваши комментарии вдохновили меня на то, чтобы сделать еще одно видео, рассказать, как я их поливаю, увлажняю. Надеюсь, кому-то будет полезен мой опыт. Давайте посмотрим на примере этих тотемов, каким способом, каким образом можно их поливать, увлажнять. Допустим, вот этот тотем полностью наполнен мхом, мхом сфагнумом. И для сравнения, вот эта замечательная кокосовая палка ничем не наполнена, она просто обмотана сверху этим кокосовым волокном. Так вот, если поливать тотем, мх будет это все впитывать, и влага будет оставаться внутри. Если же поливать вот эту палку, то вода будет скатываться вниз, и она будет действовать только как опора, а корни в нее врастать не будут. Давайте посмотрим, что будет, если я полью эту кокосовую палку. Вода с нее вот скатывается. И она везде. И что будет, если я буду поливать мох в тотеме? Вот, вы видите, просто вода уходит вовнутрь этого тотема с мхом, и постепенно, за счет силы тяжести, она опускается сверху вниз, и таким образом увлажнит весь тотем. Потом, за счет того, что грунт у меня рыхлый, даже если воды будет перебор, она просто пройдет сквозь горшок, и выльется потом в поддон, и лишний раз. И лишнюю воду я солью. Я просто вот эти горшки уже не поливаю, потому что вода постоянно проходит через мох в сам субстрат, и, соответственно, лишний полив уже не нужен. Поливаю я вот из такой замечательной бутылочки. Я в ней сделала дырку, и мне очень удобно, допустим, я не хочу поливать весь тотем, а я хочу только пролить какой-то кусочек, на который мне хочется обратить особое внимание, допустим, там, где растет новый корешочек. Вот давайте найдем такое место, ну, допустим, вот здесь около Silver Queen, вот здесь, где у меня проволочка, как раз там новый корешочек пошел, и я вот так вот просто сделаю чек, струей воды, пролью это место, и все. Потому что корней еще пока мало, весь тотем они не оплели, поэтому мне, в принципе, и не обязательно его весь сейчас поливать. Но вот тот новый корешочек мне важно держать в увлажненном состоянии, да, поэтому мне так вот удобно из бутылки это делать. Когда тотем будет полностью заполнен мхом, в принципе, можно еще делать вот так, просто переворачиваем бутылку, она будет здесь очень хорошо держаться, и за счет силы тяжести, особенно если побольше, да, проделать отверстие, то он может просто сам вот так вот увлажнять, и за этим, в принципе, да, даже следить не надо. Но пока сейчас мха мало, то мне удобнее проливать вот так вот просто, сколько мне нужно. Как я понимаю, допустим, что тотем пора полить, визуально это тоже видно, ну и плюс на ощупь, вот если мы вот так вот поделаем, мы не слышим характерного хруста сухого мха, значит, поливать сейчас не надо. Вот это немножко, да, так хрустит, но опять же, это здесь наверху, тут еще корней нет, поэтому тоже мне тут поливать сейчас обильно неинтересно. Можно, конечно, отнести это все в ванную, пролить хорошенько, но сейчас все-таки зима, у меня где-то на полу может быть не так тепло, потому что растения у меня стоят сейчас на полу под лампой, и может начаться загнивание корней, если будет слишком много влаги, поэтому в ванну я их относить не буду проливать, ну и опять же, это уже тяжело, да, становится, потому что, допустим, вот этот кустик, он уже такой массивный. Другие еще пока полегче, но здесь горшок сам себе тяжелый, да, например, вот, поэтому мне удобнее вот так. Конечно, можно еще просто из пульверизатора все это дело пробрызгать, но поскольку поверхность становится большая, площадь испарения, то вы замучаетесь брызгать от всего из пульверизатора, даже если у вас там автоматически, да, на который вот так вот пшикать, не надо постоянно рукой и пальцем нажимать, но все равно, опять же, да, ну, я бы сказала, что вы только поверхность саму пробрызгаете, а внутри, ну, наверное, нет, поэтому есть смысл все-таки вот здесь вот сверху это все заливать, чтобы и саму серединку промочить, и краешки промочить, чтобы ничего не забыть. Если вы тоже выращиваете ароидные на тотемах, обязательно поделитесь со мной своим опытом в комментариях, буду очень рада прочитать ваши сообщения, и если у вас еще остались какие-то вопросы, тоже обязательно пишите, мне очень нравится общаться. Спасибо большое, что досмотрели до конца, увидимся в следующих видео.